К 70-летию победы в Великой Отечественной войне наш канал продолжает рассказ о городах-героях и городах воинской славы. Сегодня Туапсе. На его взятие фашистское командование бросило особые силы, но планы были сорваны. Туапсе в годы Великой Отечественной войны стал важным стратегическим объектом для фашистской Германии. Туапсинский порт занимал удобное географическое положение на Черном море, откуда войска вермахта могли получить выход к Турции, чья армия готова была присоединиться к ним в войне против Советского Союза. Отсюда шел основной поток грузов для осажденного Севастополя. Также здесь располагался единственный центр нефтепереработки на побережье. В начале лета 1942 года Гитлер поставил перед своими генералами задачу овладеть Северным Кавказом Туапсе. Для нанесения удара на Туапсинском направлении фашистское командование создало специальную группу Туапсе, в состав которой вошли высокоподготовленные горнострелковые пехотные дивизии. Враг не сомневался в успехе на этом участке фронта. У него было в три раза больше орудий и в пять раз больше самолетов, чем у советских войск. Но на защиту города встали все, кто мог держать в руках оружие. Туапсинцы круглосуточно работали на строительстве оборонительной системы, рыли траншеи, взрывали горы и уничтожали шоссе. Враг не должен был зайти в Туапсе. Город был буквально окружен баррикадами. Весь город, кто мог что-то держать в руках, все начали делать оборону Туапсе. То есть срывать горы около этих шоссе, чтобы если враг пойдет, горы сорваны, и шоссе тут сорвать в какую-то часть, и так, чтобы не пришли. В октябре 1942 года Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение не допустить прорыва противника на побережье Черного моря, как на Туапсинском, так и на других направлениях. Многие сводки Совинформбюро в это время начинали сообщениями о боях под Сталинградом и Туапсе. Фашисты были остановлены в районе гор Индюк и Симашка. В течение 150 дней вдоль западных острогов главного Кавказского хребта от Эльбруса до Новороссийска шли напряженные бои. Но советские подразделения были буквально заперты в горах. Местные жители организовали и поставку еды и боеприпасов. Все встали на защиту, даже люди, которые были пожилые, все стояли сеной, помогая войскам, когда нельзя было доставить хлеб или что, на Индюк в сущности. Стояли вереницы и передавали друг другу хлеб этот навек, чтобы доставить это войскам. Город, несмотря на тяжелое осадное положение, продолжал жить и работать. Сталинский порт стал базой Черноморского флота. В течение первого года войны здесь приняли более 120 тысяч эвакуированных, 150 тысяч раненых советских воинов и тысячи тонн военных грузов. Разгружать корабли портовым сотрудникам приходилось под постоянными авианалетами. И как вот, как знают, как вот, вы знаете, как только судно приходилось, уже это, уже мы знаем, что, уже жди на лед. Мы уже знали, какое время, вот прямо чувствовали. И смотрели, что уже, это, самолеты летят. Прямо веером и заходят на топсы, на город, на борт и на город. Они бомбят порт, завод, нефтебазу, а те пошли дальше. Они бросали бомбы, куда попало, как это, отбивали их. Но они же, как мухи, на 16 раз в день прилетали. Боевые действия на Туапсинском направлении продолжались около 6 месяцев. В феврале 1943 года войска Черноморской группы нанесли поражение немецким частям и началось освобождение Северного Кавказа. Есть в Туапсе особое место, горка героев, на которой установлен памятник неизвестному солдату. В его педестале замурован текст клятвы на верность Родине. За мужество и стойкость своих защитников город был дважды награжден Орденом Отечественной войны. А в 2008 году ему было присвоено звание Город воинской славы.